Всем привет! Сегодняшнее наше видео будет посвящено настройке приложения, которое будет передавать видео с экрана смартфона на экран, на приставку, соответственно на экран любого телевизора. Итак, тестировать данное приложение мы будем на приставке Lumax. Для работы приложения нам нужен будет Wi-Fi адаптер на чипе MT7601, который, собственно, поймает сеть. И также смартфон должен быть в этой же сети. То есть варианта раздачи сети у нас будет два. Это мы заходим в общую сеть роутера, который у нас находится. У меня находится сейчас в тестировании и смартфон, и приставка будет в одной сети. Также можно раздать сеть со смартфона Wi-Fi, и у нас тоже должно пройти соединение. Итак, для начала мы подключаем наш Wi-Fi адаптер. У нас в нижнем правом углу появился значок, что Wi-Fi подключен. Заходим в меню. Нам нужно попасть в параметр «Система» и выбрать пункт «Настройка сети». Здесь мы выбираем «Настройка Wi-Fi». Ждем, когда у нас появится список сетей. И выбираем, например, мою сеть. Здесь нужно в моей сети ввести пароль. То есть цифрами. Ну, у кого буквы вводите буквами, у меня цифры для сети сделаны. Поэтому ввожу пароль, нажимаю на желтую клавишу «Ок» и выбираю пункт «Сохранить». Сейчас ждем. Вот это колесо прокрутки должно пройти, и над нашей сетью загорится галочка. Тогда мы находимся в сети. Все. Мы соединились. Все хорошо. Приемник у нас готов. Теперь нам надо перейти к нашему приложению. Оно будет находиться в параметрах USB. Вот оно называется. Вот так вот. То есть аналогичное приложение вам нужно скачать на платформе Android либо iOS. То есть вот у нас здесь есть название нашей приставки «Лумакс». Если нажать на клавишу «Ок», его можно будет переименовать в любое название, как вы захотите. В принципе, все. Здесь нам сейчас ничего делать не надо. У нас приемник готов к тому, чтобы мы пробовали дальше настраивать смартфон и, собственно, общую сеть. Итак, теперь нам нужно зайти на Play Market и скачать вот такое же одноименное название приложения, которое мы видели на приставке. Так, нажимаем «Открыть». Если просит разрешения, нажимайте «Разрешение». Вот, видите, у нас автоматически уже в списке устройств появился наш приемник. Нажимаем на него. Или нет, наверное, не надо даже нажимать. Сейчас вот чуть ниже у нас есть несколько пунктов. Здесь вот можно выйти, например, в сервисы. Это общие фотографии. И вот здесь даже есть пульт. То есть я могу управлять этим приемником через смартфон без пульта. То есть, ну, вот видите, такая вот система. Сейчас я попытаюсь все это подключить, так сказать, на коленках и показать, как будет работать. Так, извиняюсь за качество, как бы получилось, да, как есть. То есть вот у меня, ну, пульт приставки, вот эта вся система, да, собранная, грубо говоря, на коленках. Так, давайте теперь пробуем с помощью смартфона заходить что-то делать. Так, запускаем нашу программу, да. Ну, например, вот я выберу параметр видео. Выберу, например, какой-то фильм. Вот так было бы лучше. Выбираем фильм. И вот видите, кнопка, телевизор нарисован. Ну, здесь вам плохо видно, нарисован телевизор. Нажимаем. Все. То есть автоматически на экране начинает прогружаться видео. Нажимаем play. Все, видите, пошло видео, пошел звук. То есть можно вот здесь вот перематывать. Видите, здесь я сейчас вот, видите, я убавляю. И у меня убавляется меню также на приставке. То есть все, видео пошло. То же самое, сейчас выйдем, то есть будет касаться, если, как видите, я лажу уже в другой папке, а видео у меня все равно идет. Тоже очень удобно. То есть можно зайти, например, выбрать сеть, например, на YouTube. Как бы проблема, да, приставок, все знаете, что YouTube работает некорректно. Здесь же по средству данной программы можно, в принципе, заходить. И так же, вот видите, такой же есть телевизор. Вы выбираете, и у вас пошло изображение, вот видите, здесь. То есть без проблем картинка пошла. То же самое вот у нас, например, да, с вами пульт. То есть вот полноценный пульт. Можно нажать на меню. Видите? То есть я вышел в меню приставки и спокойно лажу, где мне надо. Нажал вот на выход, например. Еще на выход. Вот у нас идут цифровые каналы. Они также будут переключаться. То есть, видите, пожалуйста, следующий канал. И все. Так же прибавляется громкость. Видите? То есть все это делается со смартфона. В общем-то, такое интересное приложение. Повторюсь, не помню, говорил нет. Пока оно было замечено у нас только в приставках модели Lumax. То есть пока другие у нас, к сожалению, нет возможности. Либо нет в программы, либо я пробовал, конечно, просто. Ставил там для интереса посмотреть, возьмет, не возьмет. Даже без этой программы, там приставка же собирается на общем чипе. Но пока, по крайней мере, у меня ни одна модель не попалась, чтобы так вот, когда не написано, что есть эта поддержка, чтобы она заработала, грубо говоря, в сыром виде. Ну, в общем-то, все, что хотел вам показать. То есть, приложение работает. Какие-то вопросы, как обычно, пишите комментарии. Подписывайтесь на новые видео. Всем доброго дня, здоровья и до встречи.